Шалом! Шалом, дорогие, уважаемые братья и сёстры! Я хочу вам передать большой шалом из города Берлина. Это и особенно приятно, что мы начинаем наше общение с весёлого, с символизирующего победу, с праздником Куримом, Хах Самея. И прошлый год показал очень важное, что как важно иметь общение и молиться, и поддержку друг друга. И я благодарю вас всех за желание молиться, за вашу посвящённость, за поддержку, за то, что мы желаем и несем вместе благую весть еврейскому народу и вместе противостоим антисемитизму. И в наше время, сегодня в Берлине, я считаю, это ужасный факт, что в Берлине, в самом городе Берлине, возросли антисемитские преступления, выступления против евреев. И это сообщают все еврейские общины, об этом говорят политики. И недавно было исследование, показали, что в Германии антисемитизм стал обычным явлением. И от доказательств это можно найти повсюду. Шутки, какие-то неприятные разговоры, разбрасывание даже листовок в трамваях, в том, что евреи виноваты, в том, что евреи всех заразили ковидом. Китайцы, а евреи. И в чём опасность антисемитизма, что некоторые уменьшают его или даже отрицают, что есть антисемитизм. Но я вас прошу, поддержите нас в молитве, чтобы у нас была открытая возможность свидетельствовать и смело выражать своё мнение, нести благую весть и противостоять антисемитизму. Хах-самэ-ах-пурим. И, знаете, название «пурим» происходит от слова «пур». Персидское слово «пур» — «жребий». В память о том жребии, который бросал Аман, советник царя, чтобы определить, когда истребить евреев. Отдельные люди, тем более города, поселения, им угрожала опасность, и они были неожиданным образом спасены. Сегодня каждый из нас может остановить свой личный «пурим», личный «пур» для своих потомков, потому что мы были чудесным образом тоже спасены. Вторая интересная идея «карнавал», идея «пурима» или идея «карнавала» на «пурим», раньше её не было, но потом она появилась, это разрушит религиозную догму, которая говорит, что люди представляют там рядом с Богом, то место, где Бог — это что-то нечто серьёзное, благоговейное, робость, страх. Но на самом деле, где есть Бог, там обидает радость, там обидает сила, там обидает святость. Аллилуйя! Хах Самея! И я слышу часто, сегодня часто раздаются у молодёжи или тем, кто не знает ничего о празднике «пурим» или, в общем, слышали, что считается, что «пурим» наряду с хануков — второстепенный праздник, поскольку он не был установлен в самой Торе, и когда Моисей получал Тору, то там были другие праздники, шаббат, руша-шана и другие праздники, а про «пурим» там ничего не сказано. Это звучит намёк, что «пурим» соблюдать не так уж важно. Но факт — «пурим» предписан в Библии, и в нём есть жизненные уроки. И в книге самой «Эсфи» в 9 главе там чётко указано указание, что мы должны праздновать, соблюдать праздник «пурим». И в некотором смысле «пурим» имеет значимость и актуальность больше даже других праздников. Почему? Потому что «пурим» пришёл как результат веры и молитвы, как результат веры и молитвы евреев, которые жили за пределами Израиля, под чужой властью, под оккупацией, под чужим правлением. И у многих из них было основание отказаться от своей веры. Многие из них могли сказать, всё, мы не евреи, мы ассимилировались, чтобы спасти свою жизнь. Но они решили с гордостью сохранить свою веру и оставаться евреями, и оставаться верующими. И сегодня наша тема — уроки «пурима» в современном мире или в том мире, в котором мы живём, который сейчас называют таким ёмким словом как «постмодернизм». И многие не знают или многие задают, а что такое постмодернизм? Но постмодернизм — это то, что пришло после модерна. А что такое модерн? Модерн означает период развития веры в науку, период развития науки, археологии. Люди верят, что если мы будем много знать и иметь что-то хорошее, сам модерн, то, конечно, рациональность победит. Конечно, мы выберем лучшее. Люди выберут лучшее. И предполагалось, если мы дадим людям что-то лучшее, то рационально люди выберут то, что лучшее. То, что лучшее, то, что хорошо, то, что им будет приятно. Что люди будут сотрудничать, будут стремиться к лучшему, но выяснилось, что зло, которое внутри человека, приводит к разрушению. Что когда человек выходит из рамок, выходит от Бога, то его идеи становятся ужасными и трагическими. нацизм и коммунизм подорвал веру в рационализм, показал, что люди могут выбирать не то, что им нравится, не то, что им хорошо, а то, что может быть неправильным и даже гибельным. Целые нации могут выбирать путь гибели. И вот после Второй мировой войны наступила эпоха постмодернизма, в которой мы живем. История показала, что люди могут выбирать не рациональное, а то, что им нравится и то, что может быть их разрушить. Гёте говорил, что каждый человек сын своего времени, своего народа. Мы живем в эпоху модернизма, а это наше время. Это то, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся каждый день на протяжении многих лет. Это единственное, что мы по-настоящему знаем. Это значит, что суть постмодернизма живет в каждом народе. в каждом племени. И считается, что события, которые происходили во время Пурима, похожи на современное время, на сегодняшнее время. Давайте посмотрим. Во-первых, во времена Пурима в Вавилонском пантеоне вавилоняне верили в более ста божеств. И первое место среди них занимали главные боги, которые сначала верили и они вавилоняне верили, потом они получили широкое распространение. То есть люди имели разных богов. Второе, Вавилон был мультикультурным городом. Там жило множество разных племен, выходцев из разной культуры, и каждый поклонялся своему божеству. И всех это устраивало. Одна из примет постмодернизма или фактов это религиозный кривлялизм, что каждая религия это источник истины. И таким образом признаются, что все религии равны и что во всех религиях есть какая-то ценность, какая-то истина. Третье, то, что мы сегодня наблюдаем, что нет абсолютно истины. Люди Вавилона не имели четкой истины. Они не знают эту истину, потому что было множество богов. Истина менялась так же, как и менялись лжебоги. Кому верить? И сегодня у нас, знаете, в постмодернизме есть много божьих. Только можно много божьих по-другому. Каждый бог в постмодернизме общество, в котором много богов. Столько богов, сколько людей. Во времена следующем, то, что мы видим, что во времена царица Эстер тоже существовал Израиль. И тоже люди жили в Израиле. И можно было в это время и считается также, считается, что Артаксердзм был знаком с еврейскими предсказаниями. Знал слово Божье. То есть, то, что сейчас происходит в сегодняшнем мире. многие знают, и мы живем среди тех людей, которые слышали Божье слово, которые знают Божье слово и которые не боятся этого слова. И предсказания говорили, что еврейский народ будет жить 70 лет в Вавилонии. И кто-то из советников или принимал, или учитывал эту историю еврейского народа и боялся, но не делал этого. Кто знает, что произойдет через 70 лет? Так задавали Вавилоняне себе вопрос. Разве можно застраховаться политических, экономических, военных кризисов? То, что решали, разрушали империи. Поэтому, когда мы открываем книгу Свиток Эстерта, мы читаем, что не сразу Артаксеркс стал царем, а Ждахлы еще три года, как бы застраховывая себя. И давайте посмотрим Эстер 9.22. Месяц, когда печаль у них обратится в радость. Свиток Эстер, который мы читаем, праздник Пурим имеет довольно загадочное отличие от других невидков Священного Писания. Во всей историю чудесного спасения еврейского народа от геноцита древнего Холокоста нигде не упоминается имя Бога. События как бы происходят сами по себе, без какого-либо вмешательства сверхъестественной силы, без какого-то сверхъестественного движения. И интересно, что сегодняшнее время тоже говорит об этом. Многие люди знают, слышали, но так как есть религиозный приурализм, никому не отдаётся определённое предпочтение. Будда хороший, Аллах хороший, индуистские боги Шива, Крама, Кришна и все остальные, они тоже хорошие. Нет чёткого, конкретного такого определения истины. Интересно, что по странному состоянию в книге Эстер не упоминается имя Бога, но есть чёткое конкретное, мы понимаем чёткое конкретное объяснение. Во-первых, свиток Эстер написан придворным иудеем Мардахеем. И копии этого письма, этого свитка были разосланы по всей Медоперсидской империи. И Мардахей понимал, что когда будут переписывать, переводить его книгу на персидский язык, и то, что книга войдёт в царскую летопись, а персы, он знал, что они находятся идолопоклонниками, то, скорее всего, Мардахай специально не записал имя Бога, потому чтобы те, кто переводил, переписывали, переводили, не использовали имена своих языческих богов. Поэтому интересно, что книга притчи говорит нам слава всемогущего, слава Божья облекает тайное дело. А Павел говорит ещё сильнее в Новом Завете для неверующих, у которых Бог века сего, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимых. Мардыхай специально умалчивал имя Бога, чтобы мы основательно изучали книгу и находили в ней следы Бога. Интересно, что слово Пур это не еврейское слово, и мы это все знаем. Это слово взято из персидского языка. Поэтому Танах упоминает это слово и переводит, если перевести на еврей, то Пур это горал или жребий. Книга Эсфит 9.24 говорит нам об этом. Но почему праздник остался называться персидским словом Пур? Почему не поменяли это слово на горалот еврейское слово пыжиебий? А все другие праздники, если мы посмотрим, то все другие праздники, включая даже Ханнуку, имеют еврейские названия. И начнем с известного положения или известного праздника, который очень похож или подобен очень, близок очень. Это праздник Тёмки-Пур. Один из самых сильных и святых праздников. И интересно, когда мы наговорим слово Йомки-Пур, то есть день искупления или день покрытия, то мы используем слово Пур с приставкой, указывающее на подобие Йомки-Пур Пурим. Ещё раз. Йомки-Пур Пурим. Пурим Йомки-Пур. То есть Пурим подобен Дню Искуплению. Пурим подобен Дню Искупительного праздника. Есть в этих праздниках два общих момента. Во-первых, Йомки-Пур тоже бросали жребень. Во времена храма Скини существовал обряд, заповедь, что подводили двух козлов, одинаковых козлов, и один был козёл для Господа, другой был козёл отпущения. к рогам козла отпущения привязывали красную ленточку, а половина ленточки оставалась на жертвеннике, у жертвенника на воротах храма. И когда животное сбрасывали со скалы, красная ленточка становилась белая, как в знаке скупления. То же самое происходило на то же самое бросали со жребий, бросался жребий жребий Пурима. Истина одна. Бог управляет. И мы бросаем жребий каждый день, а нас бросают жребий каждый день. Мы бросаем жребий, кому служить, Богу или уйти от Него, или сатане. Второе, то, что мы видим, это история Пурима напоминает нам, сегодняшнему миру напоминает, что всё происходит вследствие божественного воздействия. Нет ничего случайного. Несомненно, каждый из нас имеет своё предназначение. Есть такая еврейская пословица. Человек пришёл в этот мир для того, чтобы совершить одно доброе деяние. Но какое оно, мы не знаем. Поэтому мы должны делать каждый раз все добрые дела, которые в состоянии творить. И книга Эсфиль учит нас, что даже в самые тяжёлые времена первым решающим шагом должна быть попытка не бороться, не выступать сразу за защиту, бороться с бедой известными способами, как сегодня мы можем понимать. но Магелла тучит обратному. Первоначально то, что мы должны делать, не то, чтобы у нас инстинкт сохранения должен был остаться, к чему он приводёт, но наш инстинкт должен привести к Богу посвящение, общение. мы должны искать сначала правильных восстановлений отношений с Богом, правильных отношений с Ним, а затем уже после этого искать естественный или сверхъестественный канал избавления, то есть через что это нам делать. И если мы так поступаем, то сверхъестественное, какое бы оно ни имело естественные формы, оно придёт к нам и популярное еврейское поздравление Мазл Тов в буквальном переводе означает добрая звезда, поздравляет нас с праздником Пурим, мы говорим Мазл Тов, да, доброго вам в месяце и пусть Господь даёт вам силы, чувствование и умение пользоваться своим потенциалом. Считается, что Пурим в современном мире это 8 марта. Для неверующих они думают часто, слышал, что 8 марта взято из праздника Пурим для женщин. Но если мы посмотрим на историю Клару Цеткин, то Клара Цеткин никогда не была еврейкой. Фамилия у неё Эснер, она была немка с примесью французской крови и отец её предподавателем и священником в Лютеранской церкви, в Лютеранской кирхе. И она любила ходить, в детстве она любила с отцом ходить в церковь и, наверное, неоднократно она слышала историю Эсфирь, Эстер, и она говорила, что это было очень приятно. Возможно, возможно, поэтому те воспоминания об этой книге как-то помогли ей или она или по-другому, но, конечно, это было совсем другое. Но интересно, что Исаия говорит очень важные слова, что это пророчески о Пуриме было сказано ещё за много лет. Так говорит Господь, создавший Тебя и образовавший Тебя, помогающий Тебя от утробы матери, небось, раб мой, якоб, возлюбленный, которого я избрал, я и залю воды и потоки жаждущие на Исоша, и залю дух мой на преми Твое, благословение моё на потомках Твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Интересно, что Иеремия говорит в 30-й главе. Итак, раб мой, якоб, небось, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу Тебя из далёкой страны. Племя Твое с земли пленения и возвратится, якоб, и будет жить спокойно, и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо я с Тобой, говорит Господь, чтобы спасать Тебя, чтобы искуплять Тебя, вот это слово «спасать» звучит как «искуплять Тебя», «я совершенно истреблю все народы, среди которых Россия, Тебя и Тебя не истреблю, и буду наказывать Тебя в мире, но не наказан, не оставлю себя». Считается, что в каждом поколении был свой Пурим. В Нюрнбергский трибунал в 1946 году были повешены 10 преступников, и когда подводили к виселице нацистских преступников, один из них по фамилии Штрехер стоял под виселицей и выкрикнул такие слова, которые были странны для окружающих, но было интересно. Он сказал «праздник Пурим, Пуримфест». И это было 16 октября 1946 года. И те, кто не посвященный был, не поняли, в чем это дело. Но это было зафиксировано. В 1953 году, когда был разгар врачей, дело врачей, коммунистическая машина, сталинская машина уже была готова почти всех евреев выселить, уничтожить, еще одержать одну псевдопобеду над безродными космополитами. Известно было, что на запасных путях уже стоят эшелоны, которые готовы были отвезти евреев из центров, вывезти, если говорить языком Магилат-Эстер, один определенный народ и отправить их всех в Беребиджан. Но Сталин умер через три дня после Пурима. Удар случился с ним на Пуриме. Война Персидского залила, ведь именно прекратилась на праздник Пурим. Внутреннее содержание пуримской истории проистекает за много лет до времен, когда жил Мардыхай и Эстер. Пурим начинается в принципе, когда евреи выходили из Египта. После всех приключившихся чудес все народы боялись сынов Израиля. Все, кроме Амалика. И в постмодернизме Амалик сравнивается со словом сомнение. Амалик тоже слышал про чудеса, прошедшие с Израилем. Амалик знал, что с Израилем нет Бог. Однако Амалик утверждал, но на самом ли деле, что Бог с ними один из постулатов постмодернизма это углубленное противоречие между разумом и действительностью. И главный вопрос у кого истина? Один из пунктов постмодернизма это значит, что абсолютной истины нет. И прошедшие события возможно даже были не чудесами, а возможно так случилось действие природы, просто так случайно получилось. Знаете, Амалик это наши сомнения. И я вам желаю победы над Амаликом в себе. Так же самый источник существования Амана в мире это сомнение. В тот момент, когда мы не сомневаемся, что есть Всевышний, мы осознаем свою связь с Творцом. Амалик прекращает своё существование. Но к несчастью Амалик ощутил свой вкус к успеху. Почему Адам не послушался? Почему Адам не послушался повеления Всевышнего? Потому что он испытал сомнение и неуверенность. дьявол пробудил сомнения в душах Адама и Евы. То, что сегодня делает современный мир, то, что сегодня делает, посеять сомнения, посеять недоверие, слова сомнения. И что сделал народ, когда Моисей поднялся на гору Синай? Сразу же пришло сомнение. Может быть, Моисей умер? Говорили они, дай нам другого Бога. И сделали они другого золотого тельца. Итак, сомнения атаковали евреи. Амалик атаковал еврея. Охладили, его атаки охладили, могли охладить. А веру, отношения некоторые из них начали сомневаться в чудесах, сомнения, восстание Кореи. Более позднее мы видим, что Аман это последователь, родственник, потомок Амалика, который тоже противостоял против Бога. То есть мы понимаем, что в каждом поколении выступал свой Амалик. Тот, как Аман, Сталин, Гитлер. Те, кто имеют духовные корни с Амаликом, Саддам Хусейн. Неужели мы иногда слышали эти слова? Неужели вы на самом деле верите в эти сказки? Вы верите уже 21 век. Вы верите в это? Ну не будьте такими фанатичными. Или когда мы ходили в библейскую школу, в институт, в церковь, что вам некуда время больше свое одевать? Зачем вы туда ходите? Вы же современные люди. И мы можем спрашивать себя внутренним вопросом. Может быть, ты слишком религиозный? Не стоит столько уделять времени. И так приходят сомнения. Но Писание говорит нам очень четко и конкретно. Не сомневайся верой. Иисус сказал Марии, не сомневайся только верой. Противостоять постмодернизму, сомнению постмодернизму мы можем только верой. интересно, что дальше как был получен указ, что спасение может прийти, что спасение будет. Эсфири Мердыхай добились этого указа. Книга Эсфири, 8 глава. И написали они от имени Ахтаксерцы, и скрипили царским перстнем, и послали письма гонцов на конях. драмадерах, и позволили евреям защититься, и собрались и стали на защиту. Защищались против врагов Амалика, защищались сам Аман, сын Агага, 1 царств 15 глава нам говорит об этом. И Бог говорил вторе к евреям, помни, как поступил с тобой Амалик на пути, которые вы вышли из Египта. Встретили они на тебя, побили сзади тех, кто ослабел, когда ты устал и утомился, и побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов на земле, которые Господь дает тебе, Амалика уничтожь, не забудь, изгладь память Амалика из Поднебесной, не будет его, ибо сказал он, книга Исход говорит нам, брань у Господа против Амалика из рода в год. Амалик проиграл войну на Пурим, он был уничтожен, но не до конца. Подномки и сегодня его есть. Сегодня в современном мире мы знаем, когда уже Гитлер проигрывал войну, уже всё происходило в 1944 году, уже все понимали, что Германия проигрывает войну, военные просили транспорт для переброски войск, но им было отказано. Они просили транспорт те вагоны, которые перевозили евреев в концлагеря. Но было важно для Гитлера и для нацистов было важно, чтобы исполнить, уничтожить евреев, чем победа войне. То есть насколько они были уже отравлены этим и подобно ведут себя другие потомки. Постмодернизм — это особый взгляд на мир, это особое мироощущение, характерно для человека новой эпохи, эпохи постмодерна, которая основана на плюрализме. Постмодернизм — это отражение кризиса, кризиса целей, кризиса идеалов, всеобщего права гресса, кризис рационализма. Постмодернизм — это самодиагноз греховного общества, поиск истины, которую люди этого мира не могут найти. Потому что во всём они видят только то, что нужно им, то, что их касается, другими словами, эгоизм. И как мы должны бороться с Амаликом? Как мы должны бороться с Аманами? С одной стороны, мы должны противостоять Амалику, с одной стороны, мы должны биться с ним до полного уничтожения, с ним невозможно примириться, с миром невозможно договориться, сатаной невозможно. Либо ты уничтожишь, либо ты победишь, либо тебя уничтожат. С другой стороны, Моисею было сказано стоять на вершине холма и поднимать руки свои. Это значит, что когда мы обращаем свои глаза к небу, когда мы поднимаем к небу руки свои, подчиняем своё сердце воле Божьей, Богу, Слову Божьему, то мы побеждаем Амаликам. Если нет, то падаем перед ним. Это очень показательный сегодняшний факт. Одного молодого человека, пацифиста, так он себя называл, призвали служить в израильскую армию. И он отказывался, говоря о рациональности своего соображения. Я иду служить, это опасно для моей жизни. Война ведёт не к безопасности, а война ведёт к опасности, он говорил. И ему возражали, ему говорили, что война, воин должен защищать свой народ, сохранить безопасность. И этот молодой человек сказал чётко, он сказал, если дело идёт, речь идёт о моей безопасности, то я могу в любой момент взять билет в Америку уехать. Писание говорит нам, послание к Ефесянам 6.12 говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьми века сего, против духа в злобе поднебесной. А Захария также, Господь через Захарию говорит, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаясь, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. Мы получили победу, и она у нас есть, эта победа, но мы должны сражаться за свою территорию, мы должны сражаться за свою веру. Знаете, амарик может прийти с разных сторон. Но я хочу сказать вам и пожелать вам победы над Амариком, победы над Амариком. В заключение хочу рассказать вам историю, еврейскую историю маленького мальчика привели, ребенка привели на еврейское кладбище, и он читает, здесь покоится почетный раввин, здесь покоится добродетельный праведник, здесь еще готовится хороший человек, и он спрашивает у папы, говорит, пап, а что, воры и обманщики никогда не умирают? Я вам хочу сказать, что постмодернизм когда-то закончится, начнется новая эпоха, люди люди опять что-то начнут писать, изучать, сравнивать, говорить о плохом или хорошем, но верующий человек посажен выше, он не зависит от смены эпох, он зависит от Бога, он благословлен Богом, для него важно то, что он всегда будет счастливым, потому что он благословлен Богом, и в заключении следующее хочу сказать, каждый человек, будучи образом и подобием Божьим, по природе своей способен к внутреннему познанию Бога, то есть к вере в Бога, религиозных, то есть неспособных людей, атеистов по природе не существует, познание о Боге и о его свойствах и действиях по отношению к людям должно быть неразрывно связано с познанием Бога, общения и отношения с Богом, очень важно, живой верой с Богом. Если этого не будет, если у нас не будет связи с людьми и не будет связи с Богом, в конце концов у нас одно с другим пересилит, или мы становимся религиозными фанатиками, которые только уповают на достижение ума и своей памяти и мало подчиняются практической жизни. Ещё один важный сегодня эпоха нам говорит, сегодняшнее время нам говорит, познание Бога всегда сохраняется. В любом возрасте человек при условии правильного отношения к Богу может возрастать духовно. Когда человек находится в благоприятной обстановке, в семье, говорится о нём, в церкви, он всегда будет стремиться к Богу познания. Главная причина утраты веры является нездоровое и греховное направление к жизни. Когда собственная Личность становится Богом, когда собственное мнение становится главным, когда мы отрицаем общую истину, пусть Господь нас сохранит от этого и благословит в том, чтобы мы возрастали в познании истины. Ещё раз хочу поздравить вас всех. Хах Самеэх Шалом! Хах Самеэх Пури! Благословений! Субтитры создавал DimaTorzok